Сегодня мы провели достаточно хороший матч, в особенности первый тайм. В втором тайме мининградец был более настойчив в своих атаках, но мы допустили несколько ошибок. Но, тем не менее, игра была, я думаю, все равно такой, что все-таки чувствовался наш класс игры, поэтому это мне больше всего радует. Что касается чемпионата в целом, то, конечно, мы недовольны текущим положением команды в турнирной таблице. И будем всячески работать на сборах, чтобы следующий чемпионат был для нас другим, другим более удачным. И, соответственно, те задачи, которые стоят или будут стоять перед клубом, мы будем выполнять. Есть ли вопросы? Ну, если нет, тогда я продолжу еще пару-тройку вопросов задам. По поводу первого тайма показалось, что он был, если не идеальным, то близким к нему. Команда много владела мячом, контролировала ситуацию, создавала моменты. К сожалению, до перерыва не удалось забить второй мяч, что, в принципе, наверное, могло бы уже досрочно решить эту игру. Во втором тайме поменялся характер. На ваш взгляд, с чем это связано? Со стремлением ленинградца, все-таки сохранявшего шансы? Либо с тем, что у торпеды было много перестановок и пока не хватает на всю игру? Наверное, в целом месте. В первую очередь, я думаю, что второй тайм у нас не первая игра, где мы второй тайм играем хуже, чем первый. Если мы, соответственно, владеем инициативой. Думаю, что здесь много факторов. В первую очередь, я думаю, что это связано, конечно же, с подготовкой команды, которой нам надо серьезно. Не то, что пересматривать, сколько добавлять, мы уже знаем, на чем мы будем работать, добавлять свои функциональные готовности, ну и, соответственно, технико-тактические. Надеюсь, что нам это удастся. А что касается далее, то, конечно, у нас было определенное изменение, мы работаем над селекцией. И надеюсь, что те футболисты, которые мы наметили, они нас усилят, которые придут в команду. Одна из важных составляющих сегодняшней победы – это, безусловно, болельщики, потому что они создали по-настоящему домашнюю обстановку. Их было слышно, их было видно. Как оцените их вклад в сегодняшнюю победу? Ну, самый большой вклад вообще в игры всегда вносят болельщики. И не исключение, что болельщики торфеда, фанаты торфеда, они из самых лучших в России. И мы чувствуем их всегда поддержку. Это 12-й игрок для нас. И сегодня мы в этом очередной раз убедились. И, наверное, раз я так говорю, нам бы так играть, как поддерживают нас болельщики, тогда мы бы были бы еще сильнее. Ну, и финальная, поскольку это был матч последнего тура, понятно, что сейчас команду ждет небольшая пауза, отпуск. Хотелось бы спросить о дальнейших планах, уже ли определились с ними, и какой будет подготовка к новому сезону? Может быть, пунктиром? Мы проведем нашу подготовку в Москве, на нашей базе в Лужниках, там, где мы сейчас готовимся перед играми. Ну, и будем играть, соответственно, с командами, которые будут в Москве. Ну, и я так думаю, что матчи будут и с премьер-лигой, и с российскими, и с московскими клубами достаточно. Не то, что много, но сыграем матч, который нам также очень нужны в преддверии подготовки. Я имею в виду, нужны матчи с сильными соперниками. Созрел еще один вопрос, да, пожалуйста. Созрел еще один вопрос, Олег Георгиевич. Мы вот в Лигерации продолжаем всегда следить за игроками, даже которые покидают клуб, которые переходят в другие команды. Владислав Микушев. Весной не так много он получал игрового времени. Тем не менее, какими вы видите его перспективы уже на ближайший сезон? Спасибо. Он мало играл, в силу того, что у нас были те игроки, можно сказать, основные, которые достаточно хорошо проводили свое игровое время. Я не сторонник делать таких чересчур замен. Вот, где в чемпионате надо кого-то смотреть. Поэтому по игровое время, в которое он выходил, я доволен. А дальше все зависит будет уже от самого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok